Очередная новость, заслуживающая аплодисментов из Белого дома, прилетела. С Нового года в России подорожают легковые автомобили. Правительство наше постаралось опять для народа, повысив размер утилизационного сбора на, внимание, 110-112%, то есть более чем в два раза, не понимаете? Объясняю на пальцах. Ты идешь покупать машину новую, но чиновник уже за тебя подумал, что однажды-то она станет старой, и ее придется утилизировать, поэтому сумма расходов на будущую утилизацию закладывается в цену автомобиля изначально. Слушайте, а как мы раньше жили без этого? А я вам расскажу. Бэушный драндулет сдавался в металлолом и не просто так сдавался. Владелец еще и деньги какие-то за него получал. На этом металлоломе до кучи зарабатывал приемщик. На этом же металлоломе зарабатывал утилизатор. Кстати, во всем мире люди тоже на данной процедуре зарабатывают, и только с колена встанет до сих пор. Не в курсе, что все это дело может быть, в общем, весьма доходным бизнесом. Хотя, чему я удивляюсь, мы же россиянцы. Только бабло бюджетное пилить умеем. Начинаем! Итого, что имеем в сухом остатке. То есть давайте прикинем, из чего складывается стоимость автомобиля. Ну, сам аппарат, понятно, а остальное, а я вам расскажу. Его транспортировка от завода-изготовителя до площадки трейдера. Растаможка. Предпродажная подготовка. Нередко оплата услуг всевозможных посредников. Господа, так больше половины стоимости той тачки это стоимость воздуха. Проценты по банковским кредитам и оплату страховок тоже не забываем. Это вы еще немножечко воздуха покупаете. Но российским слугам народа оноя показалось недостаточным. Поэтому они еще и утилизационный сбор придумали. А потом почесали репу и пришли к выводу, что... Дядь, добавить бы надо! А вот вы, да, только что сказали, да у меня все равно денег на покупку автомобиля нет. Поэтому мне чего заморачиваться? Не расстраивайтесь. Для вас у меня тоже припасены хорошие новости. В Минфине и в Банке России активно лоббируют идею принятия закона о создании единого фонда страхования жилья на случай ЧАЭС. Все мы помним, как минувшим летом в Сибири и на Дальнем Востоке от паводков и пожаров пострадали десятки тысяч наших соотечественников. Чинуши тоже этот момент прочувствовали. Пострадавшим пришлось ведь выплатить какие-то компенсации. И несмотря на то, что компенсации-то, в общем, были небольшими, пострадавших оказалось слишком много, раскошелились ребята серьезно. А поэтому уже к концу лета слуги народные быстренько состряпали и приняли закон о добровольном страховании жилья гражданами. Как раз вот для таких вот случаев. Теперь же, господа, осознали, что оговорка добровольная в документе была лишней. Оно и понятно. Зоны риска на Востоке и в Сибири слишком малонаселенные территории. Ну что они там получат от тех добровольных страховок? Копейки? А вот если нагнуть всех, это уже совсем другой калинкор. Деньги другие. Поэтому страховщики и замутили аферу с единым общим котлом. Уже даже цифры посчитаны 150 рублей. С квартиры минимальный платеж составит. Ну а теперь берите в руки калькулятор и считайте. О каких барышах речь? В Европе или США по статистике сами владельцы страхуют до 90% жилья. В России ситуация радикальная иная. От государства ждут, что как в советские времена, оно будет полностью возмещать убытки потерпевшим в случае стихийных бедствий. Даже если недвижимость в частной собственности. Вот люблю я, когда пропагандисты, политики, общественники и прочие прохвосты, сидящие на подсосе у вороватых чинуш, проводят эти параллели. А вот на Западе... Слушайте, наверное, прежде чем болтать о том, что там на Западе, нашим властям не мешало бы аналогичную игру соответственности перед гражданами на свои плечи взвалить. Или я один так считаю? А то у нас как-то интересно получается. Когда мы начинаем говорить о функции власти, ой, а государство вам ничего не должно, и какого вы вообще на этих капиталистов загнивающих равняетесь? У России свой особый путь. А как с народа нужно что-то сдоить? Так а в Европах-то, в Америках так же ведь делается. И сразу про особый путь забыли? Я одного в толк никак не возьму. Ваня-то каким местом думает, когда его этими путанными показаниями грузят? Хотя кому я сейчас данный вопрос задавал? Это реальная журналистика. Поехали! А Госдума все-таки приняла пресловутый закон об иностранных агентах в отношении физических лиц, согласно которому в эти самые иностранные агенты можно записать любого. Меня, тебя, вот его. Тусуешься в соцсетях, распространяешь какую-то информацию, и все, ты потенциальный агент Госдепа, потому что в теории можешь получать за это деньги из-за рубежа, причем потенциальным агентом ты считаешься до первого денежного перевода даже от родственника. Если оно и свершится, приставка потенциально исчезнет, и ты автоматом превратишься во вражеского лазутчика. Блин, это ж как надо не уважать свой народ, чтобы вот такую мерзость на законодательном уровне принять. Любого, повторюсь, по этому закону можно записать во враги. Я не оговорился сейчас. Именно во враги, поскольку что такое иностранный агент? Да это клеймо, с которым человек, скорее всего, не сможет устроиться на работу на госслужбу. Не сможет избираться, а возможно и избирать в дальнейшем. Понятно, что на данном этапе закон направлен главным образом на несистемных оппозиционеров вроде Навального, на неудобные общественные организации а-ля матери Беслана, на противных интернет-блогеров типа меня. Мы сегодня реально видим угрозу в России от иностранного вмешательства в суверенные дела нашей страны, от явных попыток деструктивного поведения, попыток раскачать ситуацию политическую, создать протестные настроения и так далее. Короче, чтобы ни в политику, ни в информационную повестку особо опасные для режима граждане не вылезали. Вот только зря ты думаешь, что тебя этот КАМАЗ не обрызгает, поверь. Когда расправятся с нами, за всех остальных тоже возьмутся, потому что закон-то реально сладкий. С его помощью какого хошь несогласного можно приструнить? Пример, пожалуйста. Представь, кинул завтра ваш работодатель на деньги, весь трудовой коллектив. Вы вроде как на забастовку выйти решились и опа! С кипрского офшора организатором забастовки прилетает по 100 рублей на карточке. И все, ребята, вы иностранные агенты с этой минуты и с протестами своими будьте добры на Кипр. Хотя это я уже слишком далеко заглянул. Очень надеюсь, что все сказанное только что мною не более чем домыслы. Хотя, ой, господа, мы в России живем, а это страна чудес. Дальше поехали! Но самое забавное, что лично меня улыбает во всей этой истории. Слушайте, вот я потенциальный иностранный агент. Хотя за границей бываю в лучшем случае раз в году на отдыхе. А вот главная телеведущая нашей страны Екатерина Андреева вообще гражданка Черногории. Но она не иностранный агент и вряд ли ее таковой признают, потому что под действие данного закона дама не попадает. Или Лиза Пескова, вошедшая в совет блогеров при Госдуме гражданка Франции. Проходила стажировку, читая, работала в офисе депутата Европарламента от Франции. Европарламент это который против России. Санкции вел. Так вот, дочь пресс-секретаря президента нашей страны работала в этом самом Европарламенте. Ну это так, для информации. Но и Лиза под действие закона об иноагентах тоже не попадает. Там же надо, чтобы деньги-то из-за границы на счета поступали, а не наоборот. И от этого еще смешнее повторюсь. Да, я потенциальный иностранный агент, потому что сотрудничаю с иностранной компанией Google. Иностранная компания Google платит блогерам деньги за просмотры их роликов. Но все равно спрошу, где потом блогеры тратят эти деньги. Правильно, в России. То есть они зарабатывают там, а вкладываются в экономику нашей страны. А где тратит папины деньги дочь пресс-секретаря президента, живущая в Париже? Или госпожа Андреева? Или подданные ее величеству Брилев? В экономику каких стран эти люди вкладывают? Стоит свои капиталы, хотя это уже совсем другая история. Ну а это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube страничку сверху. Подписывайтесь. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за сим. Спешу откланяться. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...